мне попался на глаза маленький отрывок из одного сатсанга и там вещающий говорит вот о чем ему задают вопрос как избавиться от недовольства он начинает рассуждать что же такое недовольство и его умозаключение приводит к тому что недовольство это эго недовольство своим недовольством это тоже эго соответственно надо избавиться от эго и такое у него предложение просто быть довольным вот что такое попытка какой-то борьбы и какой будет результат и знаешь что я хочу предложить вот не просто подискутировать а вот провести тех кто бы слушать этот подкаст через определенное состояние ну вот может каждый человек кто будет слушать смоделировать такое ощущение то есть почувствовать себе вот что такое в теле ощущение недовольства тремор вот то есть она побуждает да она провоцирует она раздражает но не дает покоя то есть не дает самое главное чему не дает стагнации иметь место быть вот что главное не заметил вещающий и не сказал об этом недовольство может иметь созидательную частоту то есть созидательную функцию да функцию как бы динамики построения может иметь разрушительную частоту деструктивную то есть все то что будет разрушаться и уводить в опыт страдания в опыт разочарования в опыт депрессии да в опыт опускания рук так если внимательно рассмотреть на ощущение в теле как мы сказали уже сейчас с тобой что это тремор да это тремоло внутреннее это раздражение то есть естественно раздражает человека внутри его самого сама личность мы много-много раз говорили в разных подкастах и в постах я писала о том что личность это продукт данной реальности это та персонажность которая отвечает за пребывание вот в этой реальности она главное действующее лицо и что еще хочу особо заметить потому что очень у многих авторов и опять не буду сейчас называть но все что муссируется вокруг темы освобождения просветления там есть такой фактор как будто есть я и мир я и реальность я и бог я и вселенная я и космос я и высший разум это все грубейшее заблуждение это есть следствие об условности двойственностью и дуальностью это уже территория спящести спасения здесь нет человек не существует в этом делении но если он верит что он существует в таком делении в такой отделенности вот это и есть формула ада и здесь никто не придет и не спасет реальность никогда не существует независимо человека помимо человека автономно от человека и все процессы они напрямую связаны самим человеком потому что во первых это реальность одного и даже если это человек не осознает и не знает незнание да не освобождает от ответственности а теперь смотри что предлагает вещающие из этого ролика что надо быть довольным смотри как происходит в теле то есть тремоло имеет место быть недовольство до которое градус повышается человек чувствует эту вибрацию именно с деструктивным оттенком то есть не хорошо ему плохо ему в этот момент он ищет 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 разные ходы и натыкается на такой ролик и например соглашается с тем что надо быть довольным надо убить его смотри что происходит дальше человек начинает представлять как выглядит быть довольным то есть он принимает на веру вещающего он принимает на веру сказанное им и он соответственно принимает на веру этот алгоритм дальше он пытается одеть это на себя то есть к этому моменту раздражение тремоло никуда не делась организм находится в состоянии такой тревожности раздраженности градус растет теперь человек усилив воли благодаря об условности такой цели такой идеи берет и соглашается что надо быть довольным на что это похоже то есть я недоволен но я должен быть доволен что это напоминает но если посмотреть по ощущению тела то смотри внутри растет градус да вот эта плита она уже заполняет человека то есть вот это вот знаешь как человека который тонет сам себе тут он берет мыслью и притягивает другую плиту сверху и получается его существо зажата между двумя плитами плитой раздражение и плитой желание быть довольным что происходит происходит конфликт сдавленность и соответственно куда пойдет разряд куда пойдет ударная волна это раздавит это не может то есть ты не можешь кинуть гранату в какую-то там в коробку в какую-то цистерну закрыть цистерну и и там раз и все затихло правильно то есть когда происходит такая реакция то обязательно идет разрыв да идет ударная волна и соответственно человек ощутить и это через свое здоровье через свое состояние потому что он поверил по вере вам воздастся что это правильные фразы это правильные указания это спасение это рецепт это какой-то секрет и он начинает этому следовать смотри а если он придет и снова спросят а ему такого же плана вещающий скажет слушай ты плохо старался ты старайся еще ты знаешь возможно ты должен просить прощения у себя у всех в первую очередь и у человека появляется новая плита да я еще всех обидел я еще недостаточно просил прощения он снова идет за идеей он не будет этим прощением он не будет этим довольствием никогда он будет попыткой оживление собственного представления обо всем этом пить чай и думать и чай никогда не является одним и тем же фраза благими намерениями услана дорога в ад это именно этим когда человек думает я же слушаю правильные речи я же доверяю умом я же умом беру и делаю вывод что мне нужно применить этот совет я же беру и применяю я же представляю что я применяю и все время человек находится в мышлении и как я всегда говорил что он нырнул на дно воды плавает там но почему-то думать что он приближается к суше где стоит его дом да нет он априори не приближается он даже не ведает о том что он не приближается более того он даже никогда и не приблизится потому что сначала надо вынырнуть я хочу особо вот заметить каждого слушающего кто будет взаимодействовать с данным подкастами если есть резонанс соответственно человек это уловит что когда человек вот например хочет научиться играть на каком-то инструменте просто даже элементарно хочет научиться вождению на каком-то транспортном средстве так вот он не применяет просто ментальные формулы он пытается прочувствовать это своим телом то есть он становится излучением этой музыки звучанием этой музыки или он становится самим вождением но не сидит и не думает сейчас так вот сейчас пришла мне мысль что я включу машину да вставлю ключ зажигания ага сейчас я буду то он становится этим ощущением через тело то есть что такое сущностное это когда ты ощущаешь а не думаешь об этом я не говорю что мыслительный процесс выключен ни в коем случае здесь разговор идет о приоритетности на первом плане идет ощущение то есть сущностная чистота и только потом идет осмысление и осознавание что же делать информационное пространство оно приучает человека зависеть от мысли полагаться на нее обуславливаться одевать нырять на дно и постепенно человек теряет ощущение своего тела он теряет контакт с собой сущностным он теряет даже намек на то что он потерял контакт то есть он находится в неведении о своем неведении нет ничего более страшного чем эта фаза чем эта стадия и я хочу сказать что когда данный вещающий предлагал стать просто довольным во первых это еще раз грешила на мыло менять одну концепцию на другое это никогда человека не приведет к настоящей степенности да к сути самого себя бытийного никогда еще хочу заметить что он вот этот раздражитель личность она на самом деле не является противовесом сути противовесом мироздания это просто форма сна из которого человек просыпается если действительно он просыпается а не играется в идею о просыпании а пробуждение так вот очень важно ощутить это состояние недовольство уловить где это недовольство находится и использовать это недовольство в созидательных целях в конструктивном направлении в динамике то есть как вот амбициозный человек он развивается он что-то делает даже тот же самый вещающий он использует свое эго дабы сидеть и вещать дабы показать кому-то что он знает первую очередь показать самому себе что он знает и это и есть позиция эго то есть эго делает человека устремленным а то что предлагается просто быть довольным вот это вот просто искусственная формула пофигизма это страшное предательство и страшное насилие над собой как уже об этом говорили чуть ранее здесь важно именно направить все смотрение все ощущение осознание на самого себя ощутить это собой потому что все ответы они внутри но ты не можешь считать умом ты можешь считать стать считыванием обнаружением раскрытием распознаванием только посредством тела только посредством сущностного уровня но не ментального и поэтому если зарезюмировать сказанное сегодня никогда нельзя обуславливаться идти вслед за мыслью нужно сначала ощутить присутствие себя это все что есть и дается на практике всегда когда взаимодействую с человеком я иду рядом с ним чтобы он научился чувствовать себя ощущать себя слышать ответы собой доверять себе полагаться на себя быть основой опорой себя собой посредством себя вот это важно а не просто чтобы человек наглотался нахватался каких-то ментальных идей концепций и пытался как дон кихот бороться зряными мельницами нет это никогда не работало никогда не сработает то есть эго не враг почему много раз мы поднимались на подкастах и в постах я писала чтобы соглашаться с такой версией что эго плохо задайте себе вопрос кто стоит за за тем что человек есть кто стоит за тем что у человека есть все то что в нем есть и хорошие плохие эмоции гневные радостные печальные грустные и веселые задорные какие угодные и нейтральные кто стоит за всем этим разве это создано случайно разве то что является совершенством бытия могло ли бы выразиться мое себя в несовершенстве да никогда поэтому эго не может быть ошибкой эго не может быть браком и потому не надо с ним бороться вообще ни с чем бороться не надо надо стать присутствующим надо стать различающим надо стать ощущением разотождествления когда ты четко ощущаешь себя и свое мышление мышление себя и даже свои ощущения в том числе себя и свое сознание себя и свое взаимодействие себя и динамика то есть ты становишься совершенно многомерным расхлопнутым абсолютно осознающим и самое главное герметичным присутствием а а